Где и когда арендовать жилье на горнолыжных курортах Грузии зимой? На что обращать внимание? Первое, что я бы рекомендовал, это booking.com. Опять же, можете прийти на каталог Мадлоба, где мы будем уже рекомендовать именно отзывы путешественников, то есть там, где уже снимали. Второе, это получается madloba.info. Третье, это группы в Facebook, но там, опять же, очень разрозненная информация непонятна, потому что вот по классике люди, которые имеют классное жилье, они очень слабы в маркетинге и в SMM. И третье, четвертое, это, соответственно, ваше сарафанное радио, ваши знакомые, ваши друзья, сообщество. Смотрите там, но помните, что для кого-то в комнате там плюс восемнадцать, это уже там жара дикая, а для кого-то плюс двадцать два, это очень холодно. Есть сайты, есть сообщества, есть огромное количество людей, которые могут охотно с вами поделиться теми местами, где они жили. И вот, когда по сарафанному радио, которое очень развито в Грузии или в ваших сообществах, в Фейсбуке, можно арендовать. Другое дело, что в сезон. В сезон, то есть я думаю, что booking, но booking.com, аирбнб, наверное, есть. Но давайте так, возьмем booking. Он популярнее, чем аирбнб в Грузии, и он такой старый, пожилой, да. Но проблема в том, что booking сейчас поднимает налоговую ставку, соответственно, он поднимает, повышает процент. Люди будут платить больше процента за использование booking. И если для больших отельных комплексов, для больших гостиниц это нормальная подъемная, то маленькие, небольшие отели, особенно в начале пути, они будут очень и очень чувствительно это на себе ощущать, и экономя каждую копейку, они уйдут на другие. Я предлагаю не забывать приходить на каталог Мадлоба, где мы соберем эти маленькие отели, а также искать их в Фейсбуке, может быть, в Инстаграме, следить за новостями открытия, потому что открывается очень много маленьких отелей, то есть они в прошлом году открылись только 8 марта, да, не работали. Все равно люди верят в то, что это закончится, люди открывают эти отели и заходят. На что обращать внимание? Очень важно, смотрите всегда на отопление, узнавайте, чем отапливается. Потому что то, что я слышал, очень часто бывает как, что все хорошо, но вот если в комнате было теплее, было бы вообще чудесно. То есть люди приходят, а я только с мороза, там как красная роза, они приходят погреться и дома как бы вот, и это был дискомфорт. Поэтому узнавайте про отопление, это как бы такой бич, а так в принципе это Грузия, тут подводных камней тут мало. Ну, есть моменты, когда могут вырубить свет, на три часа, на четыре, на пять часов. Есть моменты, где не совсем комфортная дорога. Но если вы приехали кататься на лыжах, если вы приехали отдохнуть душой и телом, то я думаю, что для вас, для настоящего путешественника, это такая решаемая проблема. Мадлоба. Субтитры создавал DimaTorzok